20 минут о красивой жизни, позитивных людях и интересных событиях. Это Beauty Time на 31. Всем здравствуйте! 50 учителей из Челябинска, Магнитогорска, Кургана, Тюмени и Кустаная, а также их коллеги из Англии, Америки и Ирландии. Этот педагогический форум посвящен открытию челябинского офиса J-Study, образовательной компании с лицензией туроператора. Мы занимаемся обучением с рубежом и мы специализируемся на обучении в англо-вырящих странах, как Великобритания, США, Канада, Австралия и других странах. Сегодня мы презентуем, у нас открывается офис в Челябинске, это наш пятый офис в России. И мы уже открылись до этого четырех городах, наш главный офис в Москве, работаем уже 10 лет. Мы занимаемся сочетанием студентов, университеты, школы, то есть среднее и высшее образование. Плюс очень много отправляем на каникулярные программы, когда дети едут, взрослые, для изучения, интенсивного изучения английского языка, Великобританию и другие страны. Идея языковых курсов за рубежом сама по себе не новая, но не каждая туристическая компания является образовательной, в то время как не каждая образовательная имеет лицензию туроператора. Во-первых, это зарегистрированный туроператор, аккредитованный ассоциацией English UK. У нас очень много образовательных программ, мы работаем непосредственно со школами, мы подберем программу под любой бюджет. Мы организовываем поездку под ключ, оформление виз, покупка билетов, полностью согласование всех нюансов, моментов. И мы предоставляем родителям всегда отчеты о каждом дне. В рамках форума состоялись встречи преподавателей английского языка с представителями четырех зарубежных школ. Школа была основана 40 лет назад, это наше семейное дело. Моя мама основала эту школу. Изначально школа была открыта в Дублине, в Ирландии. Сейчас есть филиалы во многих городах, в Лондоне, в Оксфорде, Эдинбурге и даже в Торонто, в Канаде. У нас 8 кампусов для детей младшего возраста и более старших учеников. Много различных программ, есть зимние группы и летние индивидуальные занятия. Это школа для гениев с 10 лет и старше. В основном занятия проходят в группах с руководителем. У нас есть 4 кампуса в Лондоне. Наша концепция – жить и учиться под одной крышей. Кроме учебных аудиторий, здесь вся необходимая инфраструктура. Есть общежития, супермаркет, ресторан, игровые залы, места отдыха. Все в одном месте, недалеко от метро и легко добираться до основных туристических объектов. Дети совмещают сразу два направления. Первое – это, опять же, образовательное направление. Они маловажны, в первую очередь. И во время свободного, так скажем, free time, они могут расслабиться, то есть заниматься различными activities. Пожалуй, один из главных вопросов, который готов задать любой родитель – это вопрос об отношении к русским студентам и школьникам в европейских странах. Как принимают наших там в связи с обостренной политической ситуацией? Это естественно, что родители волнуются за детей, тем более, что средства массовой информации часто сгущают краски. На самом деле, в Лондон приезжает много людей, в том числе русских. И этот город обладает определенным иммунитетом против подобного рода деструктивной информации, оставаясь открытым и гостеприимным. Мне кажется, это гораздо сильнее того, что происходит на политическом уровне. Мы не заметили никакого уменьшения количества русских групп. Вот, например, на этой неделе к нам приезжают русские студенты. Да, СМИ часто раздувает эту проблему. За все эти годы, что мы принимаем студентов из России, проблем никогда не возникало. Принимающие семьи очень доброжелательны и отзывчивы. Студенты чувствуют себя в безопасности и в магазинах, где они бывают, и в районах, где проживают. Могу об этом говорить со стопроцентной уверенностью. Конечно, родители волнуются, когда отправляют детей за границу, но мы заботимся о том, чтобы за ребенком был хороший присмотр. Мы заботимся о хорошем приеме, чтобы у детей оставались столько приятных впечатлений, будь то учеба в Ирландии, в Великобритании или в Канаде. Обучение за рубежом – тема не из дешевых. И, конечно, убедиться в надежности контрагентов крайне необходимо. Но что касается потраченных средств, это прежде всего инвестиции в свое будущее, возможность выйти на новый профессиональный уровень. Очередной литературный квартирник в Челябинске проходил в непривычном формате. Вместо светского раута организаторы предложили концерт. В качестве гостя выступил известный столичный писатель Александр Цыпкин. А за несколько минут до выхода на сцену с ним встретилась съемочная группа «Бьюти Тайм». Рассказы разные. Есть грустные, есть веселые, есть трагические. И, конечно, все, 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 все. Это удивительный коктейль из литературы, театра, стендапа, капустника, приема психотерапевта и вечеринки. Беспринципные чтения от самого популярного писателя Рунета Александра Цыпкина собрали полный солд-аут. За Александром мы следим давно, честно, очень давно, наверное, ну, порядка года, наверное. Так хотелось познакомить Челябинск с Александром Цыпкиным, потому что на данный момент это топовый писатель России. Его рассказы короткие, емкие, очень лаконичные, остроумные. Можно посмеяться, можно поплакать. И вот этот вот формат, когда выходит сам автор и читает собственные произведения, это вообще сильно подкупает, да? Потому что он как бы о себе. Сам Александр признался, что свои выступления специально не готовит. Читает то, что в данный момент кажется актуальным. Программу я выбираю за пять минут для выступления. Мне повезло, у меня рассказы хватит программ на десять, поэтому я вот думаю, что я буду сегодня читать. Сегодняшняя программа совпадет со вчерашней в Екатеринбурге, потому что она хорошо зашла. Челябинская публика оказалась подготовленной. В зале было много преданных поклонников. Александр Цыпкин для меня это один из лучших современных писателей. Я обожаю читать его рассказы. Я даже сейчас бегала, искала его новую книгу, чтобы он мне подписал. Надеюсь, что он подпишет. Человек, если бы был неинтересным, он бы не собирал такие огромные залы. Столько народу просто так бы не приходили. Ко мне придет человек, который про меня что-то слышал. И на первом этапе чтения моих постов, рассказов или каких-то коротких вещей уже отбор произойдет. Ко мне придут люди с чувством юмора, с самоиронией и готовые к таким пограничным темам. Но если вы всей страной литрами пьете водку, а потом заедаете ее углем из шахты, чтобы она просто не действовала... Ты понимаешь, что вы отъехавшие? Все, всей страной. Благотворительный музыкальный салон Юлии Жаботинской представляет Впервые с концертом в Челябинске Харизматичный певец и композитор Чарли Армстронг В программе мировые эстрадные и джазовые хиты Изысканный ужин при свечах 15 ноября Конгресс-отель Малахит Изумрудный зал Заказ билетов по телефону 235-75-55 Академия наращивания ресниц премиум бьюти Представляет пятый турнир Гранд Лэшес 2018 Разыгрывается 30 кубков и один Гран-при Юбилейные медали и призы каждому участнику В рамках турнира также состоится бьюти-пати Конкурс творческих видеовизиток Борьба за корону среди лэшмейкеров, визажистов, бровистов, парикмахеров и мастеров ногтевого сервиса Незабываемая шоу-программа с участием лучших стилистов региона Узнать подробности и подать заявки на участие Можно в официальной группе Гранд Лэшес 2018 Приглашаем к сотрудничеству представителей индустрии красоты Вы смотрите программу Beauty Time Продолжаем выпуск Два дня фитнеса и танцев в режиме нон-стоп От преподавателей из России, Швеции, Германии и Франции В 15-й раз этот форум собирает поклонников активного образа жизни Могу вам сказать, что люди в России очень открытые Особенно в регионах В Москве как-то поспокойнее В регионах очень публика открытая Когда приезжает преподаватель из-за рубежа Его встречают так тепло, так радостно Это очень приятно Работать на сцене одно удовольствие Люди в России более дружелюбные и заинтересованные Видно, как горят их глаза, когда рассказываешь им о новых техниках танца После каждого приезда к вам заряжаешься этим теплом и позитивом надолго Видно, что по сравнению с прошлым годом участников стало больше А значит, культура фитнеса в России растет и развивается с каждым годом Вы знаете, за много лет сформировалась уже такая дружба Между людьми, которые говорят на одном языке, на языке танца Наши отношения уже давно стали родственными Конечно, всех за раз мы привезти не можем У нас очень много партнеров, друзей, хореографов Парижа, которые ежегодно к нам кто-то приезжают Вот из Стокгольма, Германия, Греция Это те страны, которые, Италия, конечно же, с удовольствием едут в Россию И в наш Челябинск Им нравится, как мы их принимаем Нравится, как материал воспринимают их студенты, их ученики Мало кто знает, но для того, чтобы преподаватели приехали на следующий год С ними договариваются в первый же день их приезда Так что программа следующего танцевального фитнес-форума уже обозначилась Что еще раз подтверждает уникальность этого события Это Бьюти Тайм, программа о том, что делает нашу жизнь яркой Продолжаем выпуск За последние лет 20 мода Челябинска с рынков и базаров шагнула в бутики, салоны одежды и торговые комплексы На сегодняшний день конкуренция в сфере продажи одежды очень высокая, а клиент требовательный Именно это подталкивает профессиональных игроков рынка к профессиональному росту Мастер-классы от стилистов и бизнес-тренинги Презентации новых коллекций непосредственно от представителей брендов Тайные покупатели и аттестации Все это выводит работу продавца-консультанта на новый уровень Сервис может предоставить человек компетентный, человек, знающий о продукте Все от истории производства Об этом мы же узнаем от живых людей, от представителей Наши консультанты, наш коллектив пропитан этой информацией, которую привозят гости из Германии Поэтому и рассказывая о продукте, это делается уверенно, естественно Они в этом живут Девочки этим пропитаны, обсуждают, влюблены в этот продукт, носят сами этот продукт Продавать одежду – это искусство, продавать одежду – это большая влюбленность Это влюбленность в свой труд, это влюбленность в моду, это влюбленность в женщину Очень важно, чтобы продавцы не только легко находили контакт с клиентами Но и разбирались в тенденциях, стилях, любили и понимали свое дело Личный контакт с клиентами происходит Все для своих, для любимых клиентов стараемся дать им самое лучшее Мы каждого клиента пытаемся сделать своим, заинтересовать его Рассказать про салон, если кто-то в первый раз зашел к нам, про коллекции Я вчера видела в салоне, как работал продавец с покупателем И мне это очень понравилось, поскольку я попыталась подойти Покупательница меня не узнала и сказала, что я подожду продавца То есть для меня это было очень высокой оценкой работы данного продавца-консультанта Потому что если клиент пришел к ней и она понимает, что именно она выберет для нее нужную модель Именно она оденет ее так, как она считает, что она выйдет из салона и выглядеть прекрасно Это большая оценка Концепция «продать любой ценой», популярная в сфере торговли в 90-е, вместе с ними же ушла в прошлое Сегодня важны продолжительные отношения с клиентом, чтобы он по-настоящему радовался покупкам и всегда возвращался за новыми Конкурентоспособность в наши дни – это когда форма и содержание одинаково важны Европейская мода для реальных женщин Сеть салонов одежды «Априори» Более 20 известных брендов из Германии Регулярное обновление коллекции Размерный ряд с 44 до 60 Сеть салонов «Априори» Одеваем женщин уже 15 лет Проспект Ленина, 71 Труда 166 ТРК Горки, 2 этаж Профтерапевтическая клиника «Формула» Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия На основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс» Клиника «Формула» Мы в самом центре Челябинска на Кирово 159 Главное событие года в красивой индустрии Челябинска С 7 по 9 ноября в ТРК «Гагарин Парк» Всего на несколько дней Челябинск станет бьюти-столицей Которой приковано внимание профессионалов Выставка «Индустрия красоты-2018» На стендах которой будет представлено инновационное оборудование Косметические средства Новейшие инструменты и материалы для профессионалов В области маникюра и педикюра, парикмахерского искусства, косметологов И все для салонов и мастеров В первый день деловой программы пройдет открытый чемпионат по ногтевой эстетике Во второй – чемпионат по парикмахерскому искусству и визажу В третий день грандиозные мастер-классы «Знай наших!» Лучшие мастера на одном подиуме Посетить выставку можно с 7 по 9 ноября в ТРК «Гагарин Парк» Труда 183 Это Beauty Time Красивые подробности красивых событий В формате No Comment в завершении выпуска Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Все выпуски Beauty Time, новости и анонсы событий Всегда можно увидеть на сайте bt31tv.ru И на наших страницах в соцсетях Ищите по хэштегу «Beauty Time» нижнее подчеркивание «ТВ» А на этом выпуск завершен До встречи Команда «Бьюти Time ТВ» благодарит партнеров проекта «Модный дом Я», студию макияжа «Френды» и медстудию «Елены Ивановой» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»